Мы всех приветствуем, продолжаем изучение книги Рава Шерки «Святости природы». Сегодня у нас очень актуальная и сложная тема, которая называется «Муки избавления». И эту тему Рав Шерки объясняет через подробнейший комментарий на довольно большой кусок Талмуда. Итак, вначале поговорим об усилении материальности. Да, секунду, одну секунду. Давай сначала скажем, какое вообще само понятие «Муки избавления»? Есть такое понятие «Хевлей-Машех», родовые муки Машеха буквально. И описывается, что это эпоха избавления, эпоха Машеха, она как будто обязательно связана с некими страданиями, с которыми придется столкнуться человечество. То есть, вот эти два понятия «Муки Машеха» и еще понятие, что возрастет наглость, которая может быть усилением материальности, атеизма, отхода от заповедей. То есть, вот эти два понятия, они характеризуют последние времена, эпоху Машеха. И сегодня мы об этом поговорим. Итак, значит, сегодня... Только я бы хотел одно маленькое замечание сделать про понятие «последние времена». Вообще, как бы было такое представление, что вот эпоха Машеха – это последние времена. Если сегодня у нас эпоха Машеха, то мы видим, что времена совсем не последние. То есть, это, можно сказать так, что это начало завершающего этапа истории человечества. Но то, что этот этап может длиться еще много столетий – это совершенно несомненно. То есть, последние времена настали. Это, можно сказать, примерно в любом совершенно, так сказать, поколении. Потому что они последние в том смысле, что еще несколько сотен лет, ну, тысячу лет, то и все будет хорошо. Но это просто, что они такие длинные. Поэтому они последние очень относительно. Ну да, в них есть много этапов. Причем этапы эти фрактальные, судя по всему. Ну да, на каком этапе мы находимся, конечно, сложный вопрос. Но Раф Шерки не сомневается, что наше время – это время Машеха. Хотя оно может быть, да, иметь… Знаешь, я тоже, знаете, я тоже совершенно не сомневаюсь, что наше время – это время Машеха. И, в общем, весь религиозный сионизм так считает. Только я хочу сказать, что время Машеха, оно само по себе очень длинное. Оно может длиться много-много столетий. Вот это только надо учесть. Что не нужно думать, что время Машеха, оно прямо есть-настало, ну все. У нас сейчас последнее поколение. Оно сильно не последнее. Ну, может, не последнее, а почему нет? Ну, зачем? Я думаю, что еще много… Судя по состоянию человечества, нам еще предстоит много столетий работы. Согласен, да. Окей, это было небольшое замечание, к слову, последние времена. То есть, разнести в два разных вещи времена Машеха и последние времена. Последние времена будут, когда будет завершение эпохи Машеха. А мы только в начале эпохи Машеха. Сколько она приодлится, еще совершенно неведомо. Да, да. Итак, сегодня у нас будет много Талмуда. И там идет подряд отрывок из Сангедрин 98b. Я его отметил синим, чтобы не путать с остальными цитатами. То есть, мы примерно где-то половину страницы сегодня разберем с Божьей помощью. Итак, Сангедрин 98b. Талмуд говорит. Сказал Ула, пусть придет, но я его не увижу. Имеется в виду Машеха. И также сказал Раба, пусть придет, но я его не увижу. А Рабиосов сказал, пусть придет, иду, достоюсь я сидеть в тени навоза его осла. Итак, мы видим двух мудрецов эпохи Амараев, Ула и Раба, которые, к нашему великому удивлению, не хотят жить в то время, в которое мы живем. Как такое возможно? Это великие мудрецы Израиля, которые каждый день, конечно, молятся о приходе Машеха, при этом они не желают его увидеть. Вероятно, на это есть серьезная причина. Это отрывок очень известный, но здесь стоит отметить несколько важных деталей. Во-первых, почему здесь идет повтор. Сказал Ула, пусть придет, но я его не увижу. Сказал Раба, пусть придет, но я его не увижу. На самом деле, в Талмуде не принято перечислять имена всех, кто согласен или не согласен с приведенным высказыванием. Поэтому, если здесь повтор, значит, это далеко не случайно. И важно, что здесь сказано и так же сказал Раба. Это означает, что причина, по которой Ула не хочет участвовать в избавлении, она отличается от причины Раба. То есть, это как бы удивление для тех, кто в теме, что вдруг Раба говорит так же, как говорит Ула. Причина Раба объясняется далее в тексте. Потом ее подробнее разберем. А причина Ула не объясняется, но ее можно понять из того, что ответил Раби Иосиф на его слова. Итак, сначала разберем Раби Иосифа, утверждение которого позитивно. Который хочет жить в эпоху Машиаха, но почему-то в таком странном месте. Почему место, где он хочет находиться в это время, это именно тень кучи навоза осла Машиаха. Прежде чем разобраться, что имел в виду Раби Иосиф, предположим, что Ула не хочет жить в это время как раз из-за тени ослиного навоза. Или из-за ослиного навоза. Что такое осел, что такое его навоз? Осел это то, на чем едет Машиах. То есть, на чем он приближается. Тогда можно предположить, что осел Машиаха это процессы, приближающие избавление. А чтобы избавление продвигалось, необходимо интенсивное взаимодействие с материей. Невозможно построить государство, не осушив болото. Невозможно осушить болото, не собрав деньги, чтобы их осушить. Невозможно собрать деньги, если в народе нет сильных материальных стремлений к обогащению, к процветанию. Которые ведут к увеличению количества денег, которые тогда можно вкладывать в осушение болот, в построение государства и так далее. Без этого избавление не работает. И все вот эти материальные процессы, это и есть осел Машиаха. Кроме того, слово хамор, осел, оно похоже на слово хоме, то есть материя. Итак, вопрос только в том, какое значение мы придаем материальным. Нельзя сказать, что материальное это зло. Такова позиция христиан, которые разделяют мир на духовное и материальное, духовное добро, материальное зло. Это не наша позиция. Мы не считаем материю, как таковую, святой, так же, как и абсолютно плохой. Поэтому мы должны сказать, что материя сама по себе нейтральна. И значение материи определяется тем, как ее используют. Можно использовать материю как во благо, так и во зло. Ни один из мудрецов при этом не возражает против осла Машиаха, как такового. Но когда мы много, то есть против материальности, которые задействуются в избавлении. При этом, когда мы много занимаемся материальным, что необходимо на этом этапе, это может привести и козлу. Это и есть как раз плохо пахнущий навоз, который исходит от осла. То есть вот эти побочки погружения в материальное и, соответственно, зло, которое от этого исходит. И, возможно, это как раз то, что беспокоит улу. Поэтому он и говорит, что не хочет жить в это время. И это то, на что отвечает раб Иосеф. Но все же не совсем ясно. Разве мудрецы не понимают, что зло, происходящее из необходимости заниматься материально, оно ничтожно по сравнению с тем благом, который несет избавление. Видимо, здесь речь идет о неком исключительном зле. Это можно увидеть из слов раб Иосефа. Итак, раб Иосеф говорит про тень от навоза. Обычно осел не оставляет столько навоза, чтобы в его тени мог укрыться человек. Это невозможно, когда осел идет по дороге. И тогда получается, что если у него столько навоза, что в тени может укрыться человек, это значит, что он остановился. Так и в процессе избавления тяга к материальному не является проблемой, если избавление продвигается, если процесс идет. Но если избавление топчется на месте, тогда навоза становится больше, возникает умножение зла, и оно бросает тень на сияние избавления. Итак, Ула опасается, что из-за умножения зла во время избавления, когда процесс замедляется, когда осел Машеха топчется на месте, так сказать, не продвигается, тогда люди отчаются дождаться и увидеть чудесный свет избавления. Вот этого он боится, что процессы замедлятся, усилится зло, которое является побочкой от материального, и тогда можно отчаяться в ожидании этих светлых времен. Можно сказать, что Ула опасается отхода от Тора и заповеди из-за погружения в материальное, то, что называется наглость, возрастет. Он понимает, что это неизбежно, так как неразрывно связано с избавлением. И об этом сказано в Мишне, что люди будут отвергать заповеди в эту эпоху. Это как раз то, что мы видим в наши дни, и так их и называют эпоха воинствующей секулярности. И Ула признает, что сложно это выдержать, и поэтому он не хотел бы жить в этот период. Таков подход Улы. В отличие от него, раби Йосеф этого не боится. Видимо, существует особый тип мудрецов, которых не пугает духовное падение. Можно увидеть еще один смысл в словах раби Йосефа о тени. Тень – это не только зло, она также защищает от солнца. Солнце избавления настолько сильное, что нужен защитный экран перед ним. Определенный отказ от религиозных обязанностей даже необходим для того, чтобы святость не прорвалась слишком быстро, что привело бы к чрезмерным потрясениям в жизни. И поэтому раби Йосеф говорит, для меня навоз отбрасывает тень благословения, а не тень проклятия. По сути, раби Йосеф превратил в своем взгляде тьму в свет. То, что кажется горьким, для него сладко. Так, ну, дальше мы разберем превращение тьмы в свет. Пока есть какие-то комментарии по поводу того, что необходим подход от религиозных обязанностей, чтобы святость не прорвалась слишком быстро. Как вы думаете? По-моему, все очень правильно и интересно. И можно добавить то, что почему святость не должна быть быстрой, потому что она сожжет. Это как свет, который увеличивается, чтобы его можно было увидеть. Он должен быть постепенным. Если сразу из темноты выйти в свет, то можно ослепнуть. И вот это именно и есть постепенность мессианского процесса. Можно это объяснить тем, что если избавление приходит быстро, то оказывается, что большая часть людей к этому не готова, и тогда они будут уничтожены. И поэтому Всевышний из милости замедляет этот процесс, чтобы больше людей в это включилось. Ну, включиться, наверное, должно даже не больше, а просто все человечество. Но это аналогия с тем, что если выходить из темноты в слишком сильный свет, то можно тут же потерять зрение. Вот это именно. Для того, чтобы глаза привыкли, нужно выходить из тьмы на свет постепенно. И вот это, мне кажется, хорошая аналогия, почему любой человек не может сделать это быстро. Просто потому, что если даже физически нам это невозможно увидеть, и глаза не могут воспринять быстро, перестроиться на большое количество свежих, то тем более с духовной точки зрения. Но почему при этом надо отказаться от выполнения части заповедей? Нет, нет, это не то, что нужно отказаться. А отказ от всей главной части заповедей, он неизбежно идет, и он является вот как бы этим экраном. То есть нет никакого, что нужно отказаться. Нам ничего отразоваться не нужно. Но просто процесс, который идет естественно, так уж он идет. И нельзя сказать, что из-за этого, значит, все плохо и неправильно. Это отказ от части заповедей, это часть кучи навоза от Аслама Шеха. Интересно, что профессор Песик, Атидан, наверное, все знают, да? Он тоже утверждает, что... Нет, я не знаю. А, ты не знаешь Песика? Нет. Очень серьезный Атидан, единственный, по-моему, в Израиле. Очень интересный. Он тоже утверждает, что будет постепенный отказ от заповедей, но, правда, из других целей. А кто такой? Он единственный, ты говоришь, что? Он был первый, который кончил за границей вот это Атиданут, да, скажите, как это называется? А, Атиданут. Вот, и он профессор религиозный. Как его зовут? Профессор Песик. Я пришлю его в Аслам. Окей, да, ничего не нравится, к сожалению, да. Окей. Как это работает? Почему именно отказ от заповеди смягчает вот этот свет избавления? Потому что он создает картину, что здесь что-то явно неправильно. То есть, точнее так, у отказа от заповедей есть две стороны. Одна – это внутренняя необходимость, а вторая – внешняя, как бы, как это выглядит. Внутренняя необходимость отказа от заповедей – это перестройка на совершенно другое понимание соотношения тары, заповедей и всего прочего. И совершенно по-другому это должно быть перестроено в стране израиля постепенно. И это мы даже если не знаем, как это будет перестроено. Это отдельно, это первый пункт. Но в любом случае это необходимо для внутренней перестройки. То есть, это та идея, что из сосуда нужно вылить воду, чтобы его починить, и потом он наполнялся обратно. А внешне это создает вот это самое затемнение света, то есть, кучу навоза от Аслама Шероха. И этим оно уменьшает такой восторг, что вот, как все хорошо, как все прекрасно, давайте же вперед. Не все хорошо, не все прекрасно. Длительная дорога, длительная перестройка. И вот это, то есть, то, что есть те, кто не принимает концепции современного израиля Акмессианского процесса, то есть, хоридим, они в чем-то аналогичны атеизму, который не принимает религию из-за ее недостатков. И критикуют очень разумные недостатки религии. Точно так же, хоридимная позиция, она подчеркивает недостатки религиозного сионизма. И это очень правильно, эти недостатки, они действительно есть, их нужно учитывать, и недостатки восприятия своеменности как мессианского процесса. И вот эти, эти, это, это, а атеизм, наверное, берет там недостатки религии и подчеркивает. Это очень правильная оппозиция. Поэтому хоридим составляют в некотором смысле оппозицию религиозного сионизма, и это очень правильная и здоровая вещь необходимая. И 20% хоридим отходят от религии, и 30% религиозных сионистов отходят от религии. Не от религии, отходят от соблюдения заповедей, чаще всего оставаясь религиозным, ну, верующим. Ну, это, это да, это правда. Это что сейчас происходит. Да-да-да, я согласен, согласен, да-да-да. Кстати, интересно очень, Миш, если у тебя есть точные цифры по сегодняшний день, а также, если есть цифры, сколько это было раньше, то это очень интересно посмотреть. Только действительно какие-то надежные статистические данные, что происходит, в каком возрасте, кем они становятся и так дальше. Это очень интересно. Я это тоже из лекции этого же, Прессикас, запомнил. Окей, ну, если можно, ладно. В общем, все данные, которые есть, такие, можно опубликовать. Я думаю, что это очень правильно и полезно обществу нашему более широко это знать. Идем дальше. Ладно, Миш, можешь подготовить что-нибудь такое? Миша? Я поищу, но не уверен, что найду. Окей, окей, если можно будет сказать. Спасибо большое. Итак, идем дальше. По сути, Раби Йосеф превратил в своем восприятии тьму во свет, а горькое для него кажется сладким. И это очень похоже на то, что сказано в предисловии книги Зор на четвертом листе. Там описывается небесная ешива, что у каждого праведника есть своя ешива. Есть также ешива у царя Машех. И Зор говорит, что там в эту ешиву есть интересный как бы вступительный экзамен. Чтобы быть принятым ешива Машеха, нужно превращать тьму в свет, а горечь превращать в сладость. И тот, кто не способен это делать, так воспринимать, видеть хорошее, плохое, того просто не примут в ешиву Машеха. То есть, чтобы одолеть тьму эпохи избавления, нашей эпохи, да, все плохое, нужны люди как раз, которые способны видеть свет во тьме и превращать тьму в свет. Видеть свет во тьме и превращать, собственно, тьму в свет. И видеть сладкое в горьком. Зор говорит, что одним из мудрецов, который мог бы войти в эту школу, был Рабихия. И в Иерусалимском Талмуде есть рассказ о том, как Рабихия гулял в долине Арбель вместе с Рабишимоном Бен Халавта. Они шли ночью по долине, и о теме их разговора можно догадаться из текста. Они увидели, как занимается заря, то есть первый свет, который появился из тьмы. И тогда сказал Рабихия Рабишимону Бен Халавта, таковое избавление Израиля. То есть, видимо, они обсуждали, каким будет избавление. Вот когда начался рассвет, он и сказал, вот таким будет избавление. И каким именно будет избавление? Речь идет о том, что перед рассветом свет звезд ослабевает, поскольку Солнце скоро взойдет. И на первый взгляд кажется, что тьма только усиливается. И тот, кто не знает, что скоро взойдет заря, отчаивается. Но тот, кто знает, что скоро появится свет, радуется в виде угасающих звезд, потому что это знак, что избавление стоит на пороге. Ну, то есть, ночью мы это знаем, поскольку мы привыкли, что каждый день приходит заря, а что если стало темнее, то это время уже скоро. То же самое и относительно нашей шеститысячелетней эпохи. Происходит то же самое, когда мы видим все хуже и хуже. Это как раз верный знак того, что избавление стоит на пороге, если смотреть более широко. Чего мы, конечно, не можем, поскольку у нас нет опыта. Но мы можем поверить мудрецам. Еще у слова рассвет, шахр, есть два значения. С одной стороны, оно похоже на слово шахор, черный. Но есть и другое значение. Встречается несколько раз у пророков и в Таилим этот глагол как ашахерек. Душа моя стремилась к тебе ночью, дух мой внутри ожидал тебя. Ата ашахерек, а сам али хан аши. Вот это вот как раз ожидание, то есть надежда. И когда мы видим усиление тьмы, это как раз время ожидания света. И тому, кто не способен это увидеть, как во тьме скрыть свет избавления, тому будет трудно учиться в Яшиве Машеха, то есть жить в нашу эпоху, в эпоху избавления. Если нет комментариев, тогда идем дальше. Я хотел сказать только секунду, но у меня такое некоторое дежаву. Я не знаю, кажется ли вам то же самое, или слышится ли вам похоже. Такое ощущение всякий раз, когда евреи ощущают сложность ситуации, либо царот, как бы бедствие. Всегда практически один и тот же как бы духовный подход, или подход раввинов для того, чтобы объяснить. Грубо говоря, чем больше нас мучают, тем ближе освобождение. Но это объясняется как бы в разных словах. Но подход все время один и тот же. Я не вижу принципиальной разницы. Все время повторяется одна и та же самая тематика. Один и тот же этот самый посылки из вот того, что сейчас прочитаю. Что шли два мудреца, и вот они увидели перед рассветом, как звучит темнота. И все время повторяется вот эта вот тема. Но как бы ничего нового в этом нет. Более того, мне кажется, в каком-то смысле, не знаю, это не решение проблемы. Каждый раз, когда человеку тяжело, каждый раз, когда он не может объяснить, найти объяснение, ему говорят, это все нормально. Прежде чем наступит лучше, должно быть хуже. Ну, я не знаю, вас удовлетворяет? Понимаешь, это не ответ полностью. Это один из аспектов. То, что стало хуже, это не значит, что потом сразу станет лучше. Можно, хочешь сказать, взять это, применить к разрушению второго храма. И к восстанию Баркова еще, да, вот еще хуже. Вот восстание Баркова все хуже, и вовсе ничего не стало лучше. Я согласен. То есть, если это основа всего мышления, то это совершенно недостаточно и нехорошо, и мне не нравится. Но в качестве одного из элементов, при других совершенно аспектах, то это тоже немножко часть. Смотри, это то же самое. Это близко к тому, что, например, люди говорят тоже, ну, такую банальную вещь. Есть разные периоды в истории человеческой, в истории человека, в истории народа. Есть периоды, когда хорошо, есть периоды, когда плохо. Жди, когда пройдет волна. Сейчас как бы дикая, сейчас мы жили 30 с чем-то лет в Израиле, такого периода не было. Ну, вот жизнь идет периодами. Был как бы более-менее хороший период, да, были пигуин, все, но такого, как сейчас, такого не было. Ну, сейчас вот наступает как бы вот такой период, да. Ну, надо как бы переждать, потом начнется новая. Ну, мне кажется, я не знаю, правильно употребляю слово, это типа оппортунизма на самом деле. Это не объяснение ситуации. То есть, меня лично цена не удовлетворяет. Удовлетворяет, когда приходит человек и реально тебе говорит, вот сейчас ситуация А, она произошла почему? Потому что до этого ей предшествовали Б. наша ситуация уникальна. Когда тебе повторятся именно одно и то же, ну, ничего как бы здесь нового нет. Я как бы извиняюсь за то, что я это говорю, но у меня такое ощущение. Ты знаешь, я с тобой соглашусь в том, что само по себе это ничего не объясняет, и если это брать в качестве основного, то это мне тоже не нравится совершенно. Ну, кстати, что за 30 лет жизни в Израиле нашей, даже больше, да, мы 35 уже лет с тобой. 38. 38, да, уже? Вообще 38. В 87-м. Ну, да, 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 совершенно верно. Ну, можно округлить 40 лет в Израиле. Хорошо, 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 я очень рад. Вот. Но я не думаю, что ничего такого не было, когда было предыдущее столкновение с Ираком, например, на тему Саддама Хусейна. По-моему, в Болгарии это хуже? Ну, хорошо, мы не будем сейчас это обсуждать, но как бы по общему мнению, то, что происходит сейчас внутри Израиля и снаружи, это беспрецедентная вещь, которая перекрывает Нюхэмит Ацмал. Это не мое мнение, но как бы расширять не будем то, что происходит сейчас. Вообще говоря, это беспрецедентная вещь. Знаешь, я, честно говоря, с тобой не согласен, с этим не согласен, но просто совершенно, абсолютно. Мне кажется, что в 93-м году, когда было ОСЛО, и когда было в 2005-м измежевание, было гораздо хуже. Гораздо хуже. Слушай, я не говорю про реальность. И осколбусы. Ну, а я тебе что говорю? Послушай, никогда такого не было, чтобы части, части вообще земли Израиля, были части государства Израиля, как север. Я, честно говоря, забыл, какие цифры. Это тысячи людей, которые просто оставляют землю, в течение года не могут. Послушай, послушай, секунду, извини, извини, никто ничего не оставляет. Не надо. Это никакое не оставление земли. Это не изгнание, типа размежевания. Это ход военных действий. В ходе военных действий бывают отступления. Они еще далеко не закончились война. Поэтому я, в том, что есть эвакуация жителей Севера, я не вижу вообще никакой трагедии. Вообще. Понимаешь? Изгнание... Послушай, что говорят эти люди, ты не видишь. Люди, которые... Секунду. Вот, не живут на этих местах. Для них трагедия. Секунду. Ты мне скажешь уже, правда? Ну, да я отвечу. Да. Разрушение и изгнание любого, так сказать, любого поселка в Иудеи и Самарии это гораздо серьезнее. Потому что здесь власти против этого поселка. А на Севере, да, этому лучше длится год. Ну, хорошо. У нас такой длительной войны никогда не было. Это я согласен. Это я согласен. Хотя Ливанская война, по-моему, была ничем не короче. И там тоже постоянно погибали. Да, совершенно я согласен. Какие-то аспекты есть, которых не было. Вот это небывалое событие. Север обезлюгил. Мы отдали территорию. Никому ничего не отдали. Это все нагнетание. Да, я согласен, что люди так говорят. Что это нагнетается СМИ. Это чисто нагнетание истерики. Больше реальности этого совершенно нет. Неправильно совершенно. Ну, хорошо. Ну, секунду. Моя оценка ситуации. Ну, мы уходим сейчас от темы этой самой. Давай, что идет. Дальше, да. Я могу тебе только, ну, не знаю, могу сказать, что, не отвечая напрямую на твой, как бы, на то, что ты говоришь, на мой взгляд, то, что происходит, и это действительно уникальная ситуация, что Израиль никогда не переживал такого кризиса понятия и концепции такой ломки. То есть, такой ломки в Израиле никогда не было. Ну, а совсем... Это я согласен. А это ломка, это ломка, она, ну, типа, в свете того, что мы сейчас говорим, что это очень хорошо, что ломается. Почему? Потому что, как бы, вот это та самая тьма, после которой будет след. Нет, 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 извини. Нет. Ломается это не потому, что хорошо, что тьма. А ломается то, что это надо сломать. То, что ломается, например, доверие к армии, то, что ломается, например, доверие к Верховному суду. Это нужно сломать. Это очень хорошо, что ломается. И никакая это не тьма. Это правильное ломание. А кризис у нас очень простой. То, что раньше левые вели наступление, а правые оборонялись, а все СМИ были на стороне левых и помогали вести наступление. А сегодня, правые пытались сделать наступление, а левые пытаются обороняться. И все СМИ, и все истребничные на стороне левых, юридические советники, и богат, и СМИ. И поэтому кризис кажется больше, чем он был. Больше ничего. В 2005 году, в 1993 году кризис был гораздо хуже. Только крики таких не было. Потому что мегафоны были не у нас. Я думаю, что как мне, как я чувствую. Основной кризис это кризис секулярного сионизма. Основные цели и идеи которого, или как бы мировоззрение, на котором было построено вообще государство Израиль, а именно как часть цивилизации западной, как часть народов мира, эта концепция рухнула. Все, и с моими разговорами с Хелоним, бесконечные, они все время, это самая главная проблема для них, и для нас тоже. Что Израиль опять возвращается в нечто подобное на гетто, но только с армией, с салем, и в рамках, как бы, большей рамки, чем просто Кейла, или там, где-то, когда жили в местечке. Но, в принципе, ощущение такое, ты изгой. Все, и с этим надо жить. Вот это вот, для меня, может быть, это не проблема, но для огромного количества населения изглаза это огромная проблема. Это я согласен. Это я согласен. Это тема для обсуждения. Да, окей. Все догомоться. То есть, видишь, мы согласились по двум пунктам, что такое объяснение, что темнота не нравится ни тебе, ни мне, и что есть общие проблемы, кризисы, которые нужно обсуждать. Прекрасно. Большое достижение. Мы редко соглашаемся. Нет, почему? Мы часто. На этом курсе. А, на этом курсе? Окей. Ну, хорошо. Идем дальше. Пошли, иди наоборот. Часто соглашаемся. На этом курсе редко. Ну, очень хорошо. Прекрасно. Так, ну, теперь как раз глубже погрузимся в эту тему, которую сейчас обсуждали. Итак, до сих пор мы обсуждали позицию Улы, да, которая беспокоится о духовном падении народа. А дальше как раз обсуждает позиции Раба, да, о которой там идет диалог с его учеником Абайи. Итак, Абай, да, ученик Раба спрашивает, в чем причина, да, он пытается понять, почему Раба не хочет видеть Машех. И выдвигает версию, да, может быть, из-за Хевлей Машех, из-за родовых мук Машех, то, что называется как раз страданиями, да, что такое родовые муки Машеха, и Раша поясняет страхи и беды, которые будут в те дни от армии народов. Итак, то есть, речь идет не о духовных проблемах внутри еврейского народа, а о бедах, которые придут извне, от народов мира. А это бедствия, которые предшествуют избавлению, подобно тому, как родовые муки предшествуют рождению, да, то есть, это немного другой как бы этап внутри эпохи Машеха, есть некий предшествующий этап. То есть, чтобы родить избавление, нужно пройти через этап ужасного бедствия, который обрушит на евреев народы мира. Это и есть родовые муки Машеха. Эти муки упоминаются также в книге пророка Даниэля, где говорится, и восстанет в то время Михаэль, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, которого не бывало с тех пор, как стали народом и до этого времени. То есть, накануне избавления, накануне народ Израиля постигнет ужасное бедствие. И сказано далее у Даниэля, и в то время спасется народ твой, всякий, кто найден, будет записан в книге. То есть, не каждый будет избавлен, но кто будет записан в книге. Что это значит? Чтобы понять это, возьмем еще один стих из пророка Ишая. И будет оставшийся в Сионе и уцелевший в Иерусалиме святым назовется. Каждый записанный для жизни в Иерусалиме. То есть, записанный в книге означает записанный в жизни в Иерусалиме. Это значит, тот, кто будет жить в земле Израиля в то время. И они не пострадают от этого бедствия. Значит, то бедствие, о котором говорит Даниэль, происходит за пределами земли Израиля. Отсюда следует, что раба боялся катастрофы. И продолжает Абая его спрашивать, в чем причина? Если из-за родовых Машеха, то мы учили, что спрашивали ученики раби Элязара, что делать человеку, чтобы спастись от родовых мук Машеха. И он им отвечал, пусть занимается торой и добрыми делами. И тогда они ответили, но господин, ведь у тебя есть тора и есть добрые дела. Абая хочет сказать в ответ рабе, что муки Машеха не коснутся тех, у кого есть тора и добрые дела. Но сегодня мы знаем, что это не так. Даже те, у кого была тора и добрые дела, пострадали от катастрофы. И дальше раба отвечает ученику, я опасаюсь из-за греха. И важно, что там грех написан с определенным артиклем. Поэтому я тут написал с большой буквы. То есть имеется в виду какой-то определенный грех. И Талмута дают ответ на это в виде намека, как часто бывает в подобных темах. Дальше приводится противоречие, которое поднимает Раф Яков Бар-Иди в двух стихах. Есть один стих, вот я с тобой сохраню тебя, куда бы ты ни пошел. Это Всевышний говорит Якову, когда он отправляется в изгнание. что на всем пути с ним не случится ничего плохого. И дальше, когда Яков возвращается, сказано, Яков очень испугался и тесно стало ему. А это когда он боится своего брата Исава. И собственно в этом противоречие. Ведь Бог обещал ему, что с ним не случится ничего плохого. Значит и Исава бояться нечего. И Яков Бар-Иде объясняет, что он боялся из-за греха. То есть опять же он говорит про некий Ахет с определенным артиклем. Но в чем же согрешил Яков? В начале встречи с Исавом прямо сказано. Так сказал рабтовый Яков Славаном жил я. И вот эту фразу Гарти я жил Раши поясняет, что Гарти я жил Гематрия 613. Это означает Славаном жил я, это я соблюдал все 613 заповедей. Значит у Якова нет никакого греха. Тогда почему же он боится? Какого греха? С большой буквы. С определенным артиклем. Видимо грех Якова это не грех в привычном понимании. То есть нельзя слабость Якова отнести к нарушению какого-либо пункта Шульхана Руха. Итак дальше Славаном жил я, что понимается что 613 заповедей я соблюдал и задержался до сих пор. Вот в этом-то и дело что когда пришло время вернуться я задержался. Вот этого боится Яков. Бог дал Якову знак что пора возвращаться в землю Израиля когда родился Юсеф. Вот мы читали было когда родила Рахель Юсефа сказал Яков Яков Лаван отпусти меня я пойду в свои места в свою страну. Какая связь Юсефа Равширке пишет что тут есть гематрия Юсеф это даже гематрия как сион то есть это какие-то отголоски сионизма возвращения на землю и когда родился Юсеф Яков понял намек что надо возвращаться и при этом он медлил 6 лет выращивал овец то есть Раба знает что в процессах избавления есть этап когда Бог намекает что время пришло есть декларация Кира есть декларация Бальфура именно на этом этапе когда начинается избавление тогда возникает опасность которая называется и задержался до сих пор именно тогда еврейский народ подвержен риску катастрофы вот это пограничная зона что возникает есть намек что надо возвращаться и тут если задержка тогда риск катастрофы да и разберемся почему возникает эта задержка получается что катастрофа это не наказание за грех а некий закономерный результат процессов избавления хотя впрочем необязательный то есть в начале избавления существует вот этот риск национальной катастрофы то же самое мы видели во времена второго храма вне Зарубавеля когда началось возвращение небольшая группа людей вернулась начала отстраивать землю Израиля именно тогда появляется Аман с его предложением окончательного решения еврейского вопроса то есть каждый раз когда начинается избавление пророки предупреждают надо выходить быстро и не задерживаться так так произошло с Яковом перед встречей с Исавом он задержался чтобы забрать небольшие сосуды вернулся на берег реки из-за этого оказался он в опасности от ангела Исава то есть там была смертельная опасность от которой он спас это еще одна задержка еще одна опасность и так Раба выучил из опыта Якова что в начале избавления возникает явный риск катастрофы и этого он опасается но если Раба знает в чем опасность тогда он знает как ее избежать как только начнется избавление сразу нужно ехать в землю Израиля тогда ему не о чем беспокоиться тогда почему же он говорит пусть придет Машех но я его не увижу если он знает все просто придет Машех надо ехать и все будет нормально но видимо Раба понимал что и он может задержаться в начале избавления ведь нельзя сказать что Яков задержался без причины Яков не был настолько материалистичным человеком чтобы задерживаться ради овец но он задержался поскольку узнал что у него есть двойная миссия в изгнании у Лавана где он был первое это построить семью дома Израиля то есть родить 12 сыновей и второе это привести овец опция это важнейшая часть изгнания цель изгнания тоже считается овцы имеют ввиду это духовные искры за которыми выходит Израиль в изгнание а это как раз одна из целей вывести то что называется рахуш-гадоль большое богатство от народов мира и это прямо сказано когда Всевышний обращается к Аврааму пришельцам будет потомство твое в земле чужой и после выйдут с большим богатством вот это большое богатство под этим подразумевается культура культура народов мира в которой содержатся искры святости рассеянные среди народов и которые нужно то что называется отсортировать и включить святость Яков знал что искры святости Харана находятся именно в овцах Лавана и он очень хотел чтобы его изгнание было последним если бы он забыл у Лавана хотя бы одну овцу ему пришлось бы вернуться туда снова поэтому он задержался а задерживался именно для того чтобы не возвращаться такая как бы сложная неоднозначная ситуация то есть каждый раз в конце изгнания мудрецы Израиля понимают что пришло время собрать из народов последние искры святости которые находятся у них и когда начинается избавление будь то декларация фараона декларация Кира или декларация Бальфора всегда есть искушение сказать что может быть еще не собраны все искры и тогда возникает задержка и как следствие риск катастрофы и так раба понимал что в начале избавления он тоже может впасть в этот грех не по злому умыслу а из-за того что невозможно знать точный момент после которого нельзя больше задерживаться и поэтому он сказал пусть придет но я его не увижу так пока есть какие-то вопросы это очень как бы серьезный такой получился вопрос что Яков знал что это ему придется вернуться или там понимал а мы-то сейчас не знаем ничего такого понимаешь можно сказать конечно это интуитивно происходит у людей но в общем про Якова объяснение хорошее а про выход из изгнания когда там Тир или когда Бальфа декларация Тира или декларация Бальфа то это какое-то объяснение не самое лучшее потому что мне кажется все-таки те кто задерживается в изгнании очень трудно сказать что они задерживаются чтобы вывести все искры ну например скажем религиозные в Польше там был несколько миллионов человек и они не захотели поехать когда их уговаривали и Раф Цвигуда к ним ездил и люди лидеры они в 20-е годы совершенно не хотели сдвинуться и я не думаю что это имелось ввиду что они там должны дособрать искры святости из Польши понимаешь то есть это объяснение хорошее для Якова но оно не очень подходит все же не очень подходит для других эпох для современности например понимаешь те кто как раз были совсем не религиозными можно сказать там что они дособирали искры и то это как бы в общем очень проблематично были те кто в Америке собирал искры совершенно их не затронула никакая катастрофа и а в Польше на Вау то никаких искры особо не собирали они жили внутри еврейского общества совершенно не так уж сильно общаясь с мировой культурой то есть не общались конечно с поляками окружающими по так сказать экономическим бытовым или каким-то политическим проблемам даже партия была в сейме еврейская на выборах но я не думаю что они там собирали сильно много искр не ну тут об этом и говорится да что причина катастрофа потому что не все вышли да потому что задержались вопрос то почему задержались вот это объяснение что задержались чтобы собрать искры оно мне не нравится собрать искры это было там можно сказать осознанно у Якова да насколько это было осознанно у евреев в Польше наверное вообще нет да но тут говорится что в подсознании народа есть такое понятие да что а вот может быть может быть еще не время да что есть какой-то последний момент да когда уже если мы выйдем то мы уже не вернемся да опять же исходя из того что Яков в общем я сомневаюсь в таком голоде сомневаюсь мне не очень нравится Михаэль а что вы тут написали такое интересное Миша написал я написал чтобы не забыть сегодня есть как раз урок Шерки Рава Шерки Рава Навона вот в 8.30 и он бесплатный в принципе я записал на его платные уроки а сегодня будет еще дополнительно бесплатный очень интересный очень интересные уроки вот так а ты не мог бы кинуть это а ты кинул это в это самое да да записаться что что записаться надо там линк надо записаться ага понял понял да очень интересно не проверял у меня просто дело в том что когда мы закроем эту сессию то никаких линков не останется понимаешь доступ к рынкам я могу сейчас копировать как в ВОДСА да ВОДСА я могу скачать час я могу скачать секунду лучше да нет 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 если ты можешь в Фейсбук кинуть это сообщение комментарий к Фейсбуку тогда это останется всегда и у тех желающих то есть я сам сейчас кину а нет я не могу кинь пожалуйста ладно в трансляцию вот дальше наше счастье спасибо спасибо так идем дальше вернемся к Талмуду дальше Талмуд приводит цитату из песни на море пока не пройдет народ твой пока не пройдет народ который приобрел ты и Талмуд объясняет что здесь речь идет о двух входах в землю Израиля один когда вошли во времена Иошуа Бенуна второй когда в дни Эзры пока не пройдет народ твой это первое вхождение времена Иошуа Бенуна пока не пройдет народ который приобрел это второе вхождение и отсюда следует что Израиль был достоин чтобы сделать для него чудо во втором вхождении как и в первом но этому помешал грех в чем был грех в период второго храма времена Эзры в том что не все вернулись в страну и это доказывает наше толкование что Раба знал что в будущем он будет среди тех праведников которые могут задержаться в изгнании по идеалистическим причинам и поэтому он боялся катастрофы и так мы рассматривали рассмотрели подходы двух великих мудрецов эпохи Амараев Улы и Рабы и каждый из них опасается избавления по разным причинам Ула опасается воинственной стекулярности массового отхода от соблюдения заповедей а Раба опасается внешней опасности то есть катастрофы от армии народов и теперь перейдем к диалогу Раби Йоханана и Раишлагиша который идет там дальше и так в продолжении дискуссии Талмуд рассказывает о третьем мудреце который боится избавления дальше написано так же сказал Раби Йоханан пусть придет я не увижу то есть Раби Йоханан тоже не хотел бы жить в наше с вами время как раз от него мы это меньше всего ожидали что же пугает Раби Йоханана стекулярность вряд ли Раби Йоханан не переживал по поводу духовного падения народа потому что он умел видеть особый свет в каждой душе Израиля это видно из того что он вернул к Торе великого разбойника своего поколения Рейш-Лакиша может быть Раби Йоханан боится катастрофы тоже вряд ли Раби Йоханан знал что катастрофа это за пределами земли Израиля а он был неразрывно связан с землей Израиля и в Талмуде есть множество высказываний Раби Йоханана показывающих его великую преданность земле дальше сказал ему Рейш-Лакиш в чем причина теперь Рейш-Лакиш тоже начинается учителя спрашивать почему он не хочет жить в эпоху Машех и Раби Рейш-Лакиш предлагает еще одну версию еще одну причину бояться избавления и она связана с проблемами в государстве Израиля это безопасность вопроса территории социально-экономические трудности возможно Раби Йохану напугают вот эти трудности повседневной жизни политические проблемы и этому удивляется Рейш-Лакиш он приводит цитату из пророка Амоса как если бы кто убежал от льва и столкнулся с медведем пришел домой оперся рукой о стену его кусила змея так пророк Амос описывает эпоху избавления довольно в мрачных красках и Рейш-Лакиш говорит ему я покажу тебе пример этого в мире то есть он хочет сказать что вот эти проблемы шел столкнулся с медведем убежал столкнулся со львом или наоборот он говорит что это бывает и в наше время и во время изгнания так что нет особых оснований для беспокойства и приводит пример когда человек выходит в поле встречает Сантара это похоже на встречу со львом что такое Сантар Раша объясняет это чиновник который знает границы полей и может увеличить или уменьшить размер чьего-либо поля это подобно встрече со львом когда земледелец встречает чиновника который говорит это не ваша земля вы обязаны ее вернуть то есть лев это проблема территориального характера лев который там может откусить кусок имеется ввиду здесь кусок земли это подобные проблемы которые существуют в современном Израиле время от времени политические деятели требуют отдать территорию говорят это не ваша земля вы должны это вернуть и поэтому ученик Раби Йоханана говорит ничего страшного бывает и сейчас бывает и в изгнании то есть проблемы территории не волнуют Раби Йоханана то же самое встреча с Габаем это сборщик налогов это намекает на экономические проблемы государства Израиля и Решлакиш говорит что этого тоже бояться нечего у всех есть экономические проблемы вошел в дом нашел сыновей умирающими от голода имеется ввиду социальные проблемы это подобно укусу змеи если так то все эти проблемы не должны беспокоить Раби Йоханана должна быть другая причина и Талмуд приводит ее и дальше Талмуд приводит стих из Еремии Расспроси смотри разве может мужчина родить почему же я вижу всех мужчин с руками на чреслах подобно роженице почему лица всех побледнели пророк Еремия описывает процесс избавления и вдруг в середине описания процесса избавления он описывает нечто ужасное лица всех побледнели то есть все внезапно столкнулись с некой проблемой Талмуд продолжает что значит Раити коль гевер я вижу всех мужчин сказал раба от имени Рава Миша коль гвура по созвучию слов коль гевер всех мужчин он говорит что это указание на того которому принадлежит гвура вся сила то есть на Всевышнего то есть даже Бог в будущем столкнется с этой проблемой которая возникнет во время избавления а что значит лица всех побледнели сказал рабе Йохан это небесная свита и земная свита небесные свиты это ангелы земная свита это Израиль то есть ангелы служители Израиль и Всевышний все столкнутся с некой внезапной проблемой и не будут знать как ее решить дальше что это за проблема в тот час когда скажет святой благословен он эти мои создания и эти мои создания то есть это Израиль и народы мира и те и другие создания Всевышнего эти мои создания и те мои создания как я могу уничтожить от них ради других это говорит Всевышний это та проблема с которой все столкнулись и на это Талму дает объяснение сказал Равпапа это подобно пословице волк бежал и упал хозяин заменил его лошади Раши подробно объясняет значение этой пословицы у человека был волк он пахал в поле бывает что волк упал заболел не может работать в поле хозяин кормит его лёжа и тогда ставит лошадь к его кормушке лошадь заменяет вала в поле и поэтому питается также его кормушке хотя хозяин не собирался ставить лошадь в стойло вала потому что он больше любит вала но поскольку лошадь работает за вала то и питается за вала но когда поправится волк хозяину придется вывезти лошадь и вернуть вала и это будет ему трудно после того как он уже поставил к этой кормушке лошадь и тогда волк вернется в поле вернется в стойло и обнаружит что пока его не было кто-то другой занял его место то есть таким образом объясняется как бы отношение Всевышнего к этой проблеме что есть народы мира есть Израиль как я могу уничтожить одних ради других Ираша объясняет в продолжении так и святой благословен он когда увидел падение Израиля отдал его величие народам мира что это за величие которое Бог отдает народам мира это земля Израиля когда Израиль покается и будет избавлен Всевышнему будет трудно уничтожить народы мира ради Израиля то есть поскольку Бог отдал честь оказал почесть другому народу дал ему землю Израиля то когда Израиль возвращается на свое место по полному праву, то у Бога как бы возникает моральная проблема, как избавиться от другого народа, потому что это тоже его создание. Это здесь сказано об этом. Эти мои создания и те мои создания, как я могу уничтожить одних ради других? Если так, то в этом проблема Раби Йоханнена, который из-за своей тонкой души не мог вынести эту моральную трудность. Хотя он готов справиться с моральным падением народа, даже с риском катастрофы, но когда речь заходит о палестинской проблеме, Раби Йоханнен говорит, я не хочу в этом участвовать. Раби Йоханнен чувствует, что даже владыка мира стоит перед этой проблемой, Всевышний, Бог всего мира, Бог всех людей, и его печалит гибель целого народа. И так мы видим, что Раби Йоханнен, будучи очень чувствительным, был не готов жить в нашу эпоху. Однако продолжим изучение вопроса. Аналогичную ситуацию мы видели, когда Израиль переходил через Красное море, и нужно было уничтожить Египет ради Израиля. Сам Раби Йоханнен в трактате Мигела говорит, что ангелы-служители собрались петь, и Бог сказал им, мои творения тонут в море, а вы поете? Но тут есть различия. Бог запрещает петь ангелам, в то же время он ожидает услышать песнь от народа Израиля. Когда народ Израиля спасен, но не поет и не радуется, он совершает грех. И это мы видим на примере царя Хискиягу, который был наказан за то, что не воспел песнь после избавления от Санхирива. Возможно, Хискиягу тоже сожалел о гибели людей, потому что в ту ночь погибло 185 тысяч ассирийских солдат. Однако из-за этой чувствительности Хискиягу не стал Машехом. Он почувствовал, что в этот момент Бог не дает ангелам петь, и поэтому тоже не стал петь. То есть он пытался смотреть на ситуацию со стороны Всевышнего. Также и раби Йоханн, возможно, слишком осознает божественную печаль, которая связана с падением врагов Израиля. И осознает, что эта слабость, эта чувствительность помешает ему завершить процесс искупления. На основании этих источников из Талмуда, история с царем Хискиягу, и про вала и лошадь, мы можем предположить, что у Всевышнего есть своего рода смоланут шельмала, то есть левая фракция на небесах, лево-либералы, которые всех любят и которые как бы в конфликте принимают сторону слабого. Склонность любить все стороны конфликта, присущие Всевышнему, поскольку Он создал всех. Но от Израиля Бог ожидает противоположного поведения. Даже более того, ожидает, чтобы они пели Ему песнь о падении врагов. Как сказано, сила моя и пение моё Господь. И Он был мне спасением. Собственно, вот эта песня об избавлении, о переходе через Красное море, по сути, об уничтожении египетской армии, её поют каждый день в некоторых седурах, каждое утро песнь на море. То есть радость об уничтожении, но о переходе через Красное море, что подразумевает уничтожение целой культуры египетской. Как уточняет книга «Собрание жемчужин» Раф-Книним, именно потому, что спасение было для меня, я и должен петь. В отличие от ангелов, которые в этом не принимали никакого участия. Эта ситуация знакома нам по сцене, которая предшествовала рассечению моря. «И приблизился фараон, и увидели сыны Израиля, и весьма испугались, и возобили к Всевышнему». Удрецы говорят, что в тот момент сыны Израиля подняли глаза и увидели, что ангелы Египта гонятся за ними и обращаются в Небесный суд со словами «Эти идолопоклонники и те идолопоклонники почему-то уничтожаешь одних ради других». То есть ангел Египта предъявляет моральную претензию в Небесный суд, хотя Бог обещал Аврааму вывезти его потомков из Египта, но всё-таки, когда дошло до дела, это избавление должно соответствовать требованиям базовой морали. А базовая мораль здесь как раз не в пользу Израиля. «Те идолопоклонники и эти идолопоклонники». На тот момент было так. И поэтому, когда Моше начинает молиться, то Бог отвечает ему «Что ты выпьешь ко мне?». То есть Бог как бы говорит Моше «Я не могу тебе помочь, у меня такая же проблема». У меня тоже есть проблема. Но Бог даёт Моше намёк. Нужно добавить заслуги народу Израиля. И что это за заслуги? Иерусалимский Талмуд рассказывает, что в это время, на берегу Красного моря, Израиль разделился на четыре группы. Одни сказали «Давайте бросимся в море». Это один из вариантов реакции на стрессовую ситуацию, самоубийство. Всё пропало, мы потерпели неудачу, давайте всё сломаем. Это вот политика первой группы, которая движет импульс разрушений. Вторая группа сказала «Вернёмся в Египет». Это как раз, что сионизм потерпел фиаско, не дай Бог, у нас не получилось. Но слава Богу, у нас есть прекрасная диаспора, которая нас ждёт. У меня есть двоюродный брат в Нью-Йорке, ещё тётя в Касабланке и так далее. Вернёмся туда, всё будет хорошо, как раньше. Третья группа говорит «Пойдём воевать». У нас есть сильная армия, ещё не потеряна надежда, применим силу, ответим войной на войну. И четвёртая группа говорит «Будем молиться». Наша сила, наша речь Всевышний поможет, будем читать псалмы, трубить шафар, звать Богу и так спасёмся. И вся эта сцена разыгрывается в то время, когда фараон преследует Израиль. Уже армия фараона приближается, а евреи занимаются публичным диспутом. И Талмуд говорит «Все эти варианты плохие». В них ничего не добавляет заслуг еврейскому народу, потому что это всё естественная реакция на опасность. Естественно сражаться, естественно убегать, молиться или бросаться в море. Поэтому здесь нет никаких заслуг. Поэтому нужно было найти другое решение. И Талмуд рассказывает в трактате Сута, что Нахшом Бен-Аминадав прыгнул в море, но не для того, чтобы утонуть, а для того, чтобы его рассечь. Когда он увидел, что необходимо принять решение, он стал действовать, ориентируясь по обстановке. Его оружием стала не военная сила, а вера. Это такое выражение «ликбоа овдот башетах», то есть насколько я понимаю, когда нет выхода, нужно сделать какое-то действие, которое ситуацию изменит и появятся какие-то другие опции. Вот это то, что сделал Нахшом Бен-Аминадав в такой безвыходной ситуации, когда догоняет фараон и евреи устраивают публичный диспут, а с четырём вариантами. И вот это действие Нахшона Бен-Аминадава напоминает то, что мы видели сто лет назад, когда группа еврейских студентов из Харькова, молодёжная организация Белу, которые никогда в жизни не приказались к Матыге, они приехали в землю Израиля и сказали «Мы – это народ Израиля, который возвращается на свою землю». Вот эта небольшая группа харьковских студентов, они говорят «Мы – народ Израиля, мы приехали, берём в руки Матыгу, начинаем возделывать». И они сказали это с верой, и этой верой они сумели рассечь море. Отсюда мы учим, что в ситуации, когда мы не можем сделать выбор между быком и лошадью, между «эти создания мои» и «эти создания мои», нужно просто, что называется, ликбуа ухдот башетах, совершать какие-то действия, которые изменят ситуацию, совершать их с верой. Ещё один караван, караван – это имеется в виду вагончик, в которых живут поселенцы, когда у них нет жилья, когда нет разрешения на жилья. Ещё одно укрепление, ещё одно захваченное несколько метров территории, ещё одно поселение – всё это прибавляет заслуги, которые склоняют чашу весов истории в сторону народа Израиля. Однако, если решение известно заранее, то чего боится раб Йоханан? Вероятно, раб Йоханан боится, что не будет никого, кто прыгнет в море, кто сориентируется на месте. И поэтому он сказал, пусть Машех придёт без меня. Так, есть какие-то вопросы, прежде чем двинемся дальше? У меня скорее комментарий. Сейчас, Юра, Юра, секунду, Пинхас. Да, Юр, мы сейчас слышим. Да, у меня такой комментарий, по-моему, очевидный. История про Вала и коня очень напоминает христианскую теологию замещения. Да, мне тоже напомнило, но, как и многое, да, что христиане взяли из Талмуда, но там говорится, что в принципе другой народ заменяет Израиль. А здесь говорится, что на время дана им земля. Ну, земля – это же символ расположения Всевышнего. Получается, что хотя бы временно на расположение ушло куда-то от еврейского народа? Ну, да, это факт. Ну, вообще, это какая-то сложная вещь, честно говоря. Я бы это… Я сейчас не готов это обсудить. Это надо отдельно как бы обсуждать. Но давайте другой вопрос. То есть, это вопрос интересный, но здесь надо как-то смотреть более внимательно текст. Вот. Я хотел сказать, что вообще комментарий, что ангелы не должны петь, а народ обязан петь – это очень важный момент, очень важный. Который, что постоянно мы слышим цитату, что нельзя радоваться смерти врагов, вот даже Бог заплетел ангелам петь. Поэтому, если можно, это все, вот этот кусочек распечатанный держать отдельно и даже прислать. Вообще, сейчас все время цитировали… Ну, то есть, не цитировали, обсуждался как раз вопрос после этих двух успешных ликвидаций. Это пасук из Мишлея. Ну, я приблизительно скажу… То есть, не радуйся при падении врага твоего – это фраза из Мишлея, которая все время повторялась. Окей, это можно обсудить, но, тем не менее, это очень важно. Значит, Андрей, если можно, прислать, ладно? Хорошо, я записал. Ну, кстати, у Рава Шерки был ролик, как раз, где он разбирал вот это аллахище. Да, да. Окей, окей, да. Это первое. Во-вторых, ты говоришь, что перевести ликвово в дот-бешетах – это не то, что когда нет решения, а просто, что нужно заниматься фактами на местности, просто устанавливать факты на местности. Здесь не в том дело, что решений нет, и поэтому… То есть, еще один караван как-то, как весь, в качестве примера установления фактов на местности – это все-таки в Израиле не потому, что мы не знаем, что делать, давайте пойдем в море напрямую. Все прекрасно знают, что делать. Все видят картину. Просто это один из частей. Поэтому сравнивать, что Наршон, Дэнамедадав, сказал, ладно, перестаньте обсуждать, давайте вперед, это не то же самое, что в Израиле еще один караван. Потому что еще один караван – это важная часть. Я согласен, что это важно очень. И факты на местности – это очень важно. И это заслуги, которые могут изменить. Но обсуждения ничем не менее важны. И мы знаем, что если нет обсуждений и решений, то прекрасно может пойти острое измежевание, которое уберет все те караваны, которые были выставлены на местности. То есть выставлены на местности – важно, но назвать это прямо такой панацеей – это я бы не стал делать. Я думаю, что близко к тому, что ты сказал. Мне кажется, близкий перевод к тому, что нам понятно на русском языке – это изменение ситуации посредством практических действий, а не убеждения противника собеседованием логическими выкладками. Например, есть два человека, которые спорят. Что правильнее делать? Воскладывать палатку на север или на юг? Пока не спорят, приходит третий. Берет, бивает колышки и ставит палатку. Все, палатка поставлена, но тем самым спор закончился. Тут что спорить? Она уже стоит, и он ее поставил на север и на юг. Здесь то же самое. Все поселения, которые выздоровели, все поселения, в котором уже не поселение, а уже город, Малая Думя, в котором живем уже почти 40 лет, они все начинались именно к Ияту, в Дот-Бышетах, то, что называется, а именно приходили, приезжали люди, которые в течение долгого времени, несмотря на сопротивление властей, они действительно делали эти факты. Пока обсуждалось, можно, нельзя, получили разрешение, они приезжали реально, им противостояла полиция, то есть в конце концов они добивались своего. И так это часто происходит в Израиле. Это, я думаю, тоже система такая, которая работает, скажем, в демократических странах. В стране не демократической приходит армия, забирает в кутузку там, и людей, я не знаю, избивают, убивают, или изгоняют в ГУЛАГ. Тут все кончается. Потому что здесь все-таки есть какое-то такое динамика соотношений с властями. То есть власти проявляют силы, но она все-таки не такая. Поэтому люди действительно могут, при определенной решимости, могут вот эти Квиятов, Дот-Бышет. Действительно. Окей. Нет, я согласился с тем, что это очень важно. Я сразу согласился, что это важно. И я сам участвовал несколько раз в таком основании поселков, когда полиция нас пыталась утащить. И эти поселки действительно сегодня существуют и прекрасно развиваются. Я только не согласен, что это одно вместо другого. Квиятов, Дот-Бышет, это очень важная вещь. Это абсолютно необходимо. Но это не отменяет ни обсуждений, ни голосований, ни дискуссий и всего прочего. И влияние на выборах и всего на свете. Поэтому нельзя противопоставлять. Потому что там было одни трепется, а другие делают. Нет. И то нужно, и другое нужно. Да, но может быть, бывают такие ситуации, когда, как в том анекдоте, Фидли думает, прыгать надо. Поэтому здесь как бы то же самое. Правильно? Бывают такие ситуации. И это было видно по тому, как ответил Всевышний Муше. А что ты мне орешь? Что мне орать? Делать надо дело? Ну и тогда те, кто поняли, они это поняли. Нет, он не то сказал. Он сказал, что у них та самая проблема. Он не говорил, что делать надо. Он сказал, что там такой драж, они это услышали. Идея позыва. Да, напрямую этого не сказал, а было догадаться. Но они догадались. Там вообще непонятно. Миша, можно сказать. Миша, да. Это вообще непонятно. Что значит уничтожить вот там на море народ ради другого народа? Никто не собирается там народ уничтожать. Народ, как сказать, не сидят на земле, а вторые на другой земле, и один уничтожает, чтобы второй мог туда прийти. Здесь эти гонятся, чтобы убить. Это не уничтожение ради, так сказать, одного народа. Это остановка народа, чтобы он не убивал. Это совсем не так. Это не народ, это его армия. Я с тобой согласен. И армия, и народ, неважно. Неважно даже кто. Но ситуация не то, чтобы кого-то уничтожают ради другого народа. Уничтожают тех, кто хочет убить. Останавливают. Тем более, их не останавливают. Можешь остановиться заранее, и тебя не уничтожат. Остановись за 20 метров до моря, и останься жить. Это правильное замечание. Но очень может быть, что там не только армия была. Так же, как ситуация с... Как мы знаем, по Азии. Там погнало дикое количество народа, потому что они считали, что можно еще будет как бы обобрать еврея. То есть евреи обобрали их, они считали, что они могут у евреев отобрать, потому что евреи отобрали у них. Потому что ты говоришь это правильно, а с тобой совершенно согласен. Я поставил в фейсбук этот линк. Это по поводу этого. Значит, отходят в Казарай. Понял. Ну, друзья, с другой стороны, там ситуация такая. Один идолопоклонник гонится за другим идолопоклонником. Ну и кого из них выбирать? Там нет того, чтобы... Там нет того, чтобы... Там нет того, чтобы... Но я так понял, что проблема была... Но проблема все равно у Всевышнего есть. Это же неспроста. У Всевышнего есть правое крыло, левое крыло, а человек должен действовать как Нахшон Бен-Аминадаб. От него это ожидает Всевышний. Это да. Окей. Так, идем дальше. Последняя глава у нас осталась. Итак, подробнее разберем позицию царя Хискияву, который не захотел петь песнь после спасения Асамхирива. Склонность к тому, чтобы делать расчеты за Бога и на этой основе принимать решения, вообще характерна для политики Хискияву. Есть история в трактате Брахот о том, как пророк Ишая пришел к царю Хискияву, когда тот заболел, и сказал ему, «Так говорит Господь, ты умрешь и не будешь жить». И Талмуд комментирует, ты умрешь в этом мире и не будешь жить в мире грядущем. Хискияву спрашивает, что за великий грех я совершил, а что не заслужил доли в мире грядущем. Пророк Ишая отвечает, ты не выполнил заповедь плодиться и размножаться. Хискияву ответил, что он знал Духом Святости, что у него будут сыновья, которые будут злодеями. То есть мы видим, что Хиския пытается делать расчеты со стороны Бога. И таков его постоянные обычаи. Он хочет быть как ангел. И на это говорит ему Ишая, зачем ты вмешиваешься в тайны Всевышнего? Ты должен делать то, что повелел Господь, а Бог сделает то, что сочтет нужно. Если Всевышний заповедовал приносить в мир детей, значит человек не должен воздерживаться от этого, боясь, что его дети будут злодеями. Ведь злодей – это тоже часть божественного управления. И точно так же человек не должен говорить, я не буду строить государство, опасаясь духовного упадка. Ведь строить государство – это заповедь. Защищать государство – заповедь. Вообще застраивать землю Израиля – заповедь, даже если в этом участвуют злодеи. Об этом говорит пророк. Зачем пытаться вникнуть в тайные помыслы Бога? Если возникают вопросы о моральном праве Израиля в отношении народов мира, нужно знать, что это тайны божественного управления. И поэтому здесь нужно принимать решения на местах. То, что называется «ликбуа угдот башетах». Царь Хискея выражает нечто очень глубокое в израильской идентичности. Именно те мудрецы, люди, которые обладают каким-то духом святости, они часто избегают держать четкую позицию в общественных спорах в политической жизни из-за своих вот этих духовных возвышенных взглядов. И этого как раз боялся Раби Йоханан. Раби Йоханан знает, насколько он погружен во внутреннее содержание души Израиля. Он также знает, что когда возникнет необходимость принятие решения в конфликте Израиля с другим народом, тогда он будет видеть внутренние аспекты божественного проведения. То есть слишком глубоко смотреть со стороны вот этой Всевышнего Любви ко всем. И поэтому он говорит, что я не хочу жить в это время, я не хочу вот эту проблему решать. Итак, заключение. Мы увидели мудрецов, амараев с разными взглядами. Амараев, которые боятся воинствующего атеизма, амараев, которые опасаются катастрофы, амараев, которые боятся внутренних проблем государства Израиля и амараев, которые боятся палестинского вопроса. И все они говорили, пусть придет Машех, но я его не увижу. То есть не хотели жить в эпоху избавления в наше время. И владыка мира услышал их молитвы, и они не увидели государство Израиль. Но у нас, живущих во время избавления, нет особого выбора. Мы уже не можем сказать, пусть придет, а я его не увижу. События подгоняют нас. Уже не мы подгоняем время, а время подгоняет нас. Поэтому у нас не осталось выбора, кроме как работать с проблемами, стоящими перед нами, и принимать решения на местах. То есть раздвинуть море, как это сделал Нахшон Бена Минадан. У меня все. Замечательный совершенно отрывок про рождение детей. Тоже, если можно, мне его потом прислать в качестве отдельности. Отдельного отрывка тоже это, в общем, стоит того, что отдельной публикации. Замечательно. А в целом все, по-моему, прекрасно. Мне кажется, это то же самое, что было в предыдущем отрывке о моральном праве Израиля в отношении других народов и тайном божественном праве. По-моему, такой вопрос просто еще не возникал. Израиль только обороняется и только отвечает, что сделало бы любое государство. Тут нет какого-то тайны божественного управления. Мы, к сожалению, только защищаемся и только отвечаем. Поэтому любой бы народ на месте Израиля сделал бы так же, если не хуже. Ну, в смысле, не не хуже, а не более активно. Поэтому вот это постоянное, как бы, что существует некое моральное в отношении народов, постоянно было предложение мира, постоянно было это. И ни разу, по-моему, еще Израиль, может быть, кроме 1956 года, я просто эту историю не очень хорошо знаю, не был как бы активен в изменении каких-то прав. Или нарушение прав каких-то народов. Это очень правильное замечание. Мне кажется, что его надо здесь добавить. Добавь в текст, Андрей, если можно. Это тоже важный комментарий сюда добавить. Спасибо. К тому, что добавил Миша, очень правильно. Мне кажется, ну, как бы я говорю такой вульгарной фразой, но тем не менее. Вообще вот общее ощущение такое, что так же, как евреи жили в диаспоре в Галуте, ну, как бы идея такая с фигой в кармане. В том смысле, что ты понимаешь, что ты правее, то есть право и морально твоей стороне. И что народы тебя мучают, но на самом деле ты прав. Но ты не можешь им этого сказать. И тот же самый переносец в государстве Израиля. Мы живем с фигой в кармане. Почему? Потому что мы не можем, не можем стукнуть рукой по столу и сказать, эта земля, она дарована Всевышнему Израилю. Посмотрите комментарий Ражи к первому суке в Библии, который вы считаете тоже своей книгой. Какие-то только в самые-самые решительные моменты. Шутаки Агадот, когда там Голдемир говорила, вы вообще знаете, когда вы там по деревьям ползали, мы уже наши предки жили в земле Израиля. Бенгарин тогда самое говорил. Это известная цитата, это можно посмотреть, правильно? Но в какой-то момент вот эта фига, она вытаскивается и говорится. Слушай, я тебе сейчас такое скажу, блин, сейчас вообще упадешь. Но по жизни, как вот реал-политика, этого сделать невозможно. По-видимому, поэтому это и проистекает. Почему? Потому что это государство, оно было создано Машеихом. У него была самая, он не должен был никому объяснять ничего. Машеих пришел, создал в огне, не знаю, в пламени и все. Все, никто ничего не говорит. Ребят, молчите просто. И все. Никаких кадров, дронов нет, ничего. Посол государства. Так получилось, или так этого, так хотел Всевышний. Оно создано в русле общей политики. Эрцер, понятно, что он вдвигал это, он хотел вообще как бы весь сионизм, да, всю эту идею взять его, сделать из него некоторую упаковку, реал-политик того времени. И так это продолжается. Поэтому Израиль все время вынужден играть этой двойной игрой. И я на самом деле, и не только я, мы все время это чувствуем. Есть внутренний диалог в Израиле, даже не важно, у религиозных больше, у нерелигиозных, но этот диалог он все время есть. А именно, нифига. А вот этот вот кредит, кредит вексель, у нас есть от Всевышнего, это земля, она наша. Это проходит красной нитью. Но на международном уровне это проявляется только когда прижимают к стенке. Я проведу пример известный с Голдемейрой и там с Бен-Гурьоном. Вот эта двойственность, она происходит все время. И поэтому, поэтому она так и происходит. Потому что мы сидим, мы боимся ответить, мы боимся этого, мы боимся этого. Окей. Должен тебе сказать, что Бен-Гурьон применял это не в крайних ситуациях, а постоянно. То есть, абсолютно постоянно на всех заседаниях не обязательно комментарии аж используют, а просто, значит, поднимал тонах и говорил, вот, пожалуйста, вот Библия, наш мандат. Это как раз было стандартом в его времена. Демонстрация Ну, вопрос, почему так не действует? Либо он считает, что это пузырь, которым уже действовали, его нельзя как бы каждый раз, понимаешь? Ты его не каждый раз будешь вместо диспута говорить. Ребят, почитайте Библию, скажут, слушай, старик, ну сколько можно? Мы это услышали. Секунду, секунду, секунду. Я согласен с твоим вопросом, но хочу сказать, что раньше вот эти да использовали постоянно. Народ стал жиже, народ стал жиже. Провидители стали жиже. Да не, не, это просто нормально развивается. Окей. Вот. Так как были демонстрации во времена мандата? С лозунгом, у меня даже фотография такая, я публиковал несколько раз. Танах – это наш мандат. То есть, не британский мандат нам нужен. Вы там своим мандатом в Лиге наций говорите, британцы, а наш мандат – это Танах. Такое, по-моему, были демонстрации. Ну, вообще, известно же сейчас, да, известно, что есть вот такое новое движение. Ну, не движение, во всяком случае, некоторая деятельность, дай бог, чтобы она привела. Вот здесь вот человек, Питерсон, по-моему, его взял, утром Шерки с ним разговаривал и все такое. О том, что создание альтернативного ООН в Иерусалиме, который будет как бы представителем мудрецов народов мира, и они будут, ну, естественно, под предводительством, но есть Нерава Шерки, во всяком случае, Нерава Шерки евреев, они будут заменять и как бы будут слушаться. Я, честно, я не слушаю, я видел такую. А, вот мне автография как раз. Питерсон, нет, нет, автографии Питерсона не надо саму Шерки. Нет, нет, Рамш, да, я просто говорю, что на эту тему какая-то. Я знаю, нет, секундочку, а что, Питерсон прямо это предложил? Да, есть такое предложение. Сам Питерсон? Я могу, да, я могу к следующему уроку, к следующему зайти, поговорить. Да я не помню, кто предложил, либо Рава Шерки, но такая идея, по-моему, это не только от Рава Шерки. Нет, не только от Рава Шерки, они предложили такую штуку. Сделать такой синедрион народов мира. Я понимаю, да, да, да. Вообще, мне интересно, кто это предложил, пришли мне это само предложение, если его есть. Потому что, правильно? Записано в виде и подписано этим предложением. А, и подписано. Предложение. Окей. Может быть, проблематично, потому что вот сейчас Путин, бяшты, не тряшты, какие-то там древние источники, которые никто не видел, он использует для того, чтобы захватить Украину. С этими вещами надо быть осторожным. Это круто делать, тогда сразу двух зайцев. Сразу действовать, как Путин, и тогда сразу он еще... Ой, не надо, не надо, не надо. Не надо, не надо. Да? Да. Ладно. Надо сказать, что я в Шерке как раз удается ему вести диалог с исламом, а никому другому не удается. Да. Это... Да. Хорошо. Замечательно. Так, ну, хорошо, все на сегодняшний день. Я не сказал, что не надо. Я сказал, что надо осторожность. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Правильно ли я понимаю, что мы сегодня закончили? Ну, типа, да. Я закончил, у нас осталась одна последняя тема. Все, значит, это последнее занятие в следующей неделе, правильно? Да. Хорошо. Все, большое спасибо тогда. Это... Это... По-моему, это вечер, да. Это вечер, что в Шабах. Да, да, да. Канухи Шабах. Да. Кстати, кстати, вот я сейчас вижу, что мы уже... У нас... У нас... Да. Знаешь что? Давай делаем через две недели. Через две недели. Да, 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 да. Поэтому неправильно. Слишком... Что-то мы решили, что слишком поздно заход. Давай через две недели сделаем. Это будет правильнее. Угу. Хорошо. Правильно? Нормально? Конечно. Ладно. Здесь Шабах, Миш, спасибо большое. Я профессору поэзбук поставлю тоже в Фейсбук. Окей. Да, да, в Фейсбуке самое лучшее место. Не пропадает никуда. Все можно посмотреть. Спасибо. Все, на сейшили. Через две недели делаем. Через две недели делаем. Окей. Все. Ну, то вот. Спасибо. Спасибо за урок. Было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока-пока.